Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на приемник цифрового телевидения от компании World Vision, модель T624-D4. Данная модификация этого приемника выпускалась в 2022 году, все на том же чипе GX6701 и в принципе с теми же функциями, что предыдущая модель выходила D2, что модель D, это поддержка стандарта DVB-T2 и стандарта DVB-C, также возможность выхода в интернет, поддержка сервисов IPTV, наличие медиапроигрывателя, также вот у нас два USB порта для подключения Wi-Fi адаптеров и внешних накопителей для просмотра какого-то контента, год гарантии от производителя, в принципе коробка от предыдущей модели отличается только цветом, габариты такие же, все также везде расписано, характеристики, производитель, в принципе все то же самое. Также мы видим по упаковке, что у нас будет дисплей, кнопки, ну и собственно давайте смотреть, что нам предлагает производитель в новой модификации. Здесь у нас инструкция по эксплуатации на русском языке, но все прописано мелко, читать будет некомфортно, хотя есть картинки как настраивать, ну вот такая вот экономия на бумаге. Гарантийная карта от производителя. В комплекте у нас провод, провод 220, смотрите какое сделало решение производитель. То есть сделать такой разъем, как используется сейчас в электронике, в тех же телевизорах, то есть съемный, а не встроенный, как у большинства других моделей у других производителей. В комплекте также три тюльпана, 3,5 мм кабель. Также штырек у него идет чуть длиннее, чем стандартный на большинстве используемых других приемников, поэтому аккуратнее с этим кабелем. В случае поломки потом проблематично будет найти такой же. Элементы питания для пульта, пульт дистанционного управления, сам приемник. Убираем всю сторонку лишнее, смотрим на приемник. У нас металлический корпус, вот крайней мере вот этот верх, низ пластик сделан, ну дисплей естественно пластик. Есть теплоотводы со всех сторон, чтобы приемник не нагревался. Также температуру мы померяем с помощью пирометра после нашего обзора. С тыльной стороны у нас прописана маркировка приемника, серийный номер, изготовлен он в октябре 2022 года. Есть гарантийная пломба, которую лучше не трогать, пока идет год гарантии. По разъемам с тыльной стороны у нас вход под антенну, разъем USB, выход HDMI для подключения к современным телевизорам и выход AV, к которому подключаем вот этот кабель, который идет в комплекте. HDMI в комплекте не идет, ну и у большинства приемников, как правило, его нет в комплекте. И вот стандартная так называемая восьмерка для подключения основного питания приемника. Конечно, модель, модификация, когда блок питания встроен, имеет свои минусы. В том, что, как правило, 90% выхода из строя оборудования, приставки, это всегда таки блок питания, который портится из-за скачков напряжения, из-за постоянного включения, из-за, что говорить уж, некачественных особо материалов, и когда несут на ремонт вот такие приемники, и если здесь вытекло пару электролитов, то этот вопрос, конечно, решаемый быстро и недорого. Но если начинаются какие-то проблемы с микросхемами цепей питания, с трансформатором, который еще проблематично подобрать, то иногда проще пойти за новым приемником, чем отремонтировать старый. Либо еще есть такой, ну, мой нелюбимый метод, но иногда приходится использовать, это ищем по цепи питания, где можно подать 5 вольт, и подаем в нижний блок питания 5 вольт 2 ампера, и тем самым потом он легко меняется. Гнездо сделал, выходное, и заменил. Ладно, отвлеклись от основного. Передняя панель. У нас есть кнопка включения, клавиша меню, клавиша переключения каналов. Обещанный дисплей, вот он отсвечивается, и еще один разъем USB. Что касаемо у нас пульта. Пульт особо не поменялся по виду ничем, как был предшественник на другой модификации собранной. Клавиша включения-выключения, клавиша включения-включения звука, клавиша медиапроигрывателя, цветные функциональные клавиши, они же, вот перемотка и переключение треков, будут отвечать за работу с интернет-сервисами, где-то может с редактированием каналов. Кнопка ТВР, это у нас режим ТВ-радио переключения, кнопка ПВР записи, переключение телеканалов, уменьшение и увеличение громкости, клавиша центральная ОК. Клавиша меню, клавиша выхода, клавиша электронной программы передач, клавиша телетекста. Кнопки предыдущих телеканалов, клавиша инфо, клавиша возврата. Цифровые клавиши от 1 до 0 для переключения каналов, клавиша выбора аудиодорожки и клавиша выбора фаворитного списка каналов. Пульт также у нас брендированный, наклеечка, что вот он, WolfVision, питается двумя элементами питания, которые мизинчиковые входят в комплект. Внешний вид посмотрели, теперь давайте подключать. Для полной проверки нашего приемника понадобится Wi-Fi адаптер на чипе MT7601. Покупался на Алиэкспресс. Кто до сих пор не может где-то найти, без проблем пишите в комментариях. Ссылку на покупку я вам отправлю. Также нам понадобится съемный жесткий диск для проверки медиапроигрывателя. Диск объемом 500 гигабайт, интерфейсом подключения будет USB 3.0. Если по какой-то причине приставка не сможет раскрутить этот диск, возьмем флешку, тоже стандарта USB 3.0, объемом 256 гигабайт. Посмотрим, возьмет он ее или нет. Все я подготовил, все вам по внешнему виду рассказал. Сейчас это все подключим. Пробуем ловить сначала цифру эфирную на 20 каналов. Потом будем пробовать ловить цифровое кабельное телевидение. Сейчас все подключу и продолжим. Я подал питание. Появилась стартовая заставка, логотип производителя этого приемника. Ждем пока приемник у нас загрузится. Так, появилось у нас стартовое меню по настройке этого приемника. Можно еще подключить Wi-Fi адаптер. Сейчас с тыльной стороны его подключу. Адаптер определился. Теперь здесь мы с вами ничего не меняем. Язык русский, страна Россия, диапазон поиска, все каналы, стандарт DBT2. Единственный пункт, если у вас антенна идет активная, с усилителем 5 вольт, это обычно написано на паспорте изделия, то питание антенны надо подать, включить. Но так как у меня антенна пассивная, я использую просто так, как установлено по умолчанию. Нажимаем автопоиск. И ждем пока просканируются наши 20 телеканалов. Здесь по рекомендациям по поводу поиска. Если при сканировании автопоиском вы не поймали ни одного телеканала, то вы проверяете антенну. То есть состояние кабеля, соединение, если где-то есть. Саму антенну регулируйте по расположению к вышке цифровой. Можно на официальном сайте цифрового телевидения по карте посмотреть ваш населенный пункт и где у вас находится ближайшая вышка. Также учитывайте, что есть такой определенный реестр населенных пунктов, где цифровое телевидение, к сожалению, еще до нас не дошло. Нужно также перед покупкой убедиться, что вы не проживаете в этом населенном пункте. Конечно, были случаи, сам не раз устанавливал в тех пунктах, где написано, что цифрового телевидения по реестру нет. На самом деле оно прекрасно ловит. Но это бывает редко. Все равно какие-то населенные пункты у нас, как правило, если туда не дошло цифровое телевидение, то оно там и не появится. Так, доходим потихонечку мы до первой частоты 610. Это у нас будет первый мультиплекс. Сейчас приемник, видите, завис чуть-чуть на 602, потому что пытается подхватить сигнал с соседнего города с другой вышки. Но там сигнал слабый, поэтому он его пропускает. И вот первые 10 телеканалов и 3 радио у нас найдены. Сканируют дальше. Отвлекся немножко по теме настройки, по поводу населенных пунктов, где отсутствует цифровой сигнал. Также, если кому интересно, по федеральной программе доступности цифрового телевидения, если ваш населенный пункт есть в этом списке в реестре, то вы можете приобрести коммерческую антенну оператора любого. Телекарта, ТВ+, МТС, Триколор. И заключите в специальный с ними договор, на котором вы будете смотреть бесплатно эти 20 телеканалов, которые должны идти у вас по цифровому эфирному телевидению, только пойдут через спутник. Есть такая лазейка. Обязательно уточняйте у оператора. Об этом не любят говорить. Операторы, так как им это невыгодно, как в основном, оператор получает с вас прибыль, деньги, именно за просмотр контента, за который вы ежемесячно, либо ежегодно платите, а не то, что они там продали вам оборудование. Это как бы разовая какая-то прибыль. Поэтому имейте в виду, в общем, в таких населенных пунктах, где не ловит цифровое телевидение, если он прописан в реестре, вы можете установить антенну коммерческую. Итак, пока вам все рассказывал, мы уже поймали 20 каналов. Ждем, пока досканируются все частоты и проверяем, как идет картинка. Так, есть картинка. Добавлю звук. Сейчас быстренько пробежимся по программам, проверим, что у нас они все 20 настроились. Медленное переключение между телеканалами Россия-1 и Россия-24. У нас это связано в регионе со вставкой местных новостей, поэтому особо не напрягает, но хотелось бы переключение побыстрее. Также, как видите, здесь у нас при переключении картинка не пропадает, она замирает и потом переключается следующий канал. Ну, за исключением вот этих двух программ, которые чуть медленно в принципе переключаются. Если следовать программам мультиплекса одного-одной частоты... Сейчас проверим. То, видите, картинка замирает и следующий канал переключается. Как-то так. Ну, переключение и не быстрое, и не медленное. Картинка не сыпется, не дергается. Пришла телепрограмма, информация, дата, время, все сегодня идет. Уровень качества сигнала практически максимален. Каналы все работают. То есть, основная функция приемника, она работает. Прием цифрового телевидения. Также можно проверить три радиостанции. Нажимаем на клавишу ТВР. Вот у нас Вести ФМ, Маяк и Радио России. Каналы Т2 мы с вами проверили. Теперь давайте ловить каналы коммерческих кабельных операторов. Для этого приемник с объемом на заводские настройки, чтобы у нас каналы не задваивались, не повторялись. И будем пробовать ловить. Сбрасываем на заводские настройки. Приемник у нас сейчас перезагрузится. А пока приемник перезагружается, я подключу антенну на цифровое кабельное телевидение. Готово. Теперь, когда у нас появится стартовое меню, здесь мы с вами меняем диапазон поиска с ДИБИТ-2 на ДИБИТ-С и нажимаем автопоиск. Все, пошло сканирование. Но также здесь по рекомендациям, если вы не поймаете ни одного телеканала, то первое, что вы делаете, это уточняете его оператора наличие поддержки цифрового кабельного телевидения от стандарта ДИБИТ-С и также поддержки открытых телеканалов. Так как приемник, кодированные каналы, даже если примет, он их не сможет раскодировать, так как модуль раскодировки некуда вставлять. Не поддерживает приемник такую функцию. Также, если, например, картинка у вас зернит, то проверяете соединение. Как правило, на квартирных домах у вас используется ни один телевизор, где-то, возможно, делитель плохой, либо само качество кабеля плохое. Были случаи, когда мы, оператор, ничего не мог сделать с поддержкой именно цифрового сигнала. Аналоговый шел чисто, а цифра выпадала. А причина была просто в кабеле. Используется советский кабель, который был провожен еще при приезде в квартиру. И на нем просто цифра тухла. Мы прокинули новый провод временный, посмотрели, что все пошло нормально, и кабель заменили. Также были случаи, когда были проблемы с делителями, как в квартирах, так и на подъездных площадках, когда просто делитель со временем умирает, и картинка начинает зернить. Прямо меняли делитель, и проблема уходила. Все начинало работать. Итак, здесь у нас частот, как видите, около 100. Расканируется. Оператор начнет ловить, каналы оператора начнут ловить 770 частоты уже в самом конце шкалы. И поймать мы должны чуть больше сотни телеканалов. Наш оператор их вещает в открытом доступе, пока ничего кодированного не поступает. И, слава богу, как говорится, чтобы не приобретать какое-то дополнительное оборудование. Но уже множество операторов, в том числе в нашем городе, уходит на систему работы. Либо ставится приставка к телевизору, которая работает через интернет, либо нужно покупать модуль у этого же оператора, чтобы сигнал раскодировать. Они, конечно, кодируют не все телеканалы, но, допустим, какой-то оператор дает почти 300 телеканалов, из них только сотня показывает без модуля. Остальные только с модулем раскодировки, соответственно, покупка каких-то дополнительных пакетов, которые стоят немаленьких денег. И, в итоге, кабельное телевидение становится довольно дорогим. Итак, подходим мы потихонечку к 770 частоте. Каналы должны вот-вот начать ловить. Конечно, вот эти приемники, которые стали поддерживать еще на предшествующем чипе возможность приема стандарта кабельного телевидения, это удобно для людей, у которых телевизоры не поддерживают цифру по кабелю, так как приобретать новый телевизор, возможно, кто-то не хочет, либо у кого-то средства не позволяет, кто-то просто привык пользоваться тем же старым кинескопным телевизором, особенно люди пожилого возраста, которых, в принципе, тяжело на что-то другое переключить. И, как бы, приставка она выручает. Также удобно в том же городе, что все-таки есть поддержка вот этих 20 телеканалов. Также очень много мы людей отключаем, в принципе, от любого телевидения коммерческого, устанавливая либо приставки, либо там люди покупают новый телевизор, который уже, в принципе, где-то с домашней антенны ловит без проблем, где-то уличную на фасад можно поставить. И тем самым экономят деньги на просмотре коммерческого телевидения, так как цены все равно растут, индексируются, и средняя цена того же кабельного телевидения на нашем городе уже превышает 250 рублей в месяц. А это, в чем пересчета, понимаете, да, что около 3000 в год вы тратите на просмотр телеканалов, возможно, которые вам и не нужны, как большинство людей говорят, что вот нам хватает 20 программ. Кто, конечно, любит пощелкать пультом, поискать что-то интересное, другой контент, то здесь на это и расчет коммерческих операторов, чтобы было больше программ. Конечно, кто поумнее, через IPTV смотрит все то же самое и только платит за интернет, потому что от телеканала можно найти в свободном доступе, в принципе, в сети, немножечко посидев, поискать. Отвлеклись опять немножко от темы. Идет поиск каналов, как видите. Нумерация, конечно, мне пока непонятна. Осталась буквально вот одна чистота. Сейчас посмотрим, сколько каналов поймалось, потому что 115 каналов мы поймали и одно радио. Так, есть картинка, есть звук. Канал у нас поймали немножко в хаотичном порядке, но это мы сейчас с вами устаканим. Самое главное, что картинка идет, картинка не дергается. Уровень качества сигнала, ну, вот не сказать, что качество прям высокое, но на этом показателе никаких проблем с вещанием нет. Так, проверили с вами, как работает цифровое. Все поймалось. Кабельное телевидение. Теперь давайте смотреть основные функции приемника. Нажимаем на клавишу меню. И вот у нас первое меню. Это как раз таки редактор каналов. Заходим в него. И здесь клавишами 1, 2, 3, 4, 5 можно удалить, переместить, заблокировать, сделать фаворитный список каналов. А зеленой цветной клавишей можно переименовать канал так, как вы считаете вам нужным. Также есть вот здесь сортировка по автонумерации LCN. Она идет по умолчанию, но в кабельном операторе, по крайней мере в моем, здесь нужно выбрать сортировку по названию каналов. Теперь нажимаем на клавишу выхода и проверяем. Видите, все. Каналы встали на свои места, так как должны быть. Можно вот так еще нажать на общий список и посмотреть, что вот они все каналы на месте. Возвращаемся обратно в меню. Автонумерация LCN по умолчанию, как повторюсь, выключена. Она нам и не нужна. Обновление списка телеканалов по умолчанию выключено. Если ваш оператор часто меняет программы, чтобы вам не перенастраивать, то можете этот параметр включить. И при каждом отключении приемника из сети и включении, он у вас автоматически добавит новые каналы или удалит старые. Установка таймера у нас здесь ничего пока нет. С цветными клавишами вы можете добавлять, редактировать, удалить либо один, либо все ваши предустановленные настройки. Нажмем ради интересового на зеленую кнопку добавить. У нас здесь есть режим включения, когда приемник у нас включится в определенный день, в определенное время. Можно это сделать либо однократно, либо каждый раз. Можно выбрать определенный канал, чтобы включался. Также у нас есть режим, помимо включить, это режим записи, также определенный канал, в определенный день, в определенное время начнется автоматическая запись. Это, естественно, касается, если у вас подключен какой-то накопитель. Если накопителя нет, то запись не начнется. Так, следующий пункт у нас в меню, это изображение. Формат экрана у нас приходит автоматически. Если вы используете старый кинескопный телевизор и изображение у вас тянется, то здесь с тарелкой вправо меняете до соотношения вот 4 к 3. Тогда у вас появятся черные полосы, сверху, снизу изображение, тянуться не будет. У нас панель 16.9, поэтому мы ничего не меняем. Разрешение экрана также здесь установлено по получению 1080. Мы подключены по HDMI и качество 1080 нам здесь будет видно. Но если вы используете аналоговый телевизор, то здесь можно любое разрешение менять. Качество особо вы не увидите разницы. ТВ-система у нас в России используется ПАУ. Если вы подключились к старому кинескопному телевизору, привезенного с заграницы, который не поддерживает систему ПАУ, а поддерживает НТСК, то нужно будет вот так переключить. И у вас режим поменяется. Еще бывает этот режим нужно поменять, если вы пробуете использовать с этим приемником переходники с HDMI на VGA для подключения к старому VGA-шному монитору. Он тоже бывает подключается через систему ПАУ, а бывает надо вот менять на НТСК. Сталкивался с этим. Изменение громкости у нас по умолчанию на всех каналах. Настройка интерфейса. Это у нас настройка нашего приемника. Это программная яркость, цветность, контрастность, прозрачность меню вот этого меню, где мы сейчас находимся. Если вам не хватает тех настроек, которые есть в вашем телевизоре, то здесь вы можете поменять яркость, цветность, контраст. Время показа инфопанели, той, которая переключается у нас при переключении телеканала, она здесь тоже меняется. Если вы не успеваете прочитать информацию, то можно выставить до 8 секунд, чтобы успеть прочитать. Настройка LED дисплея. Дисплей, который у нас находится на самом приемнике. Здесь у нас яркость дисплея установлена на низкое. Меняю среднюю, яркую. И яркость на дисплее действительно меняется. Все поддерживается. Режим работы сейчас установлен в время. Если поставить номер канала, то будет показывать текущий номер канала. Когда выключите, будет показывать время. Время в режиме ожидания включено. Это значит, когда приемник выключен, у вас будет идти текущее время. Если этот режим выключить, то приемник вы выключите и просто будет гореть красный индикатор. Следующий пункт это у нас поиск. Здесь мы с вами были в меню начальной установки. Давайте более подробно. Диапазон поиска у нас сейчас DVB-C. Тип поиска мы искали все телеканалы. Автопоиск мы с вами искали. Ручной поиск нам нужен тогда, когда мы не можем поймать автоматически. Частоты эти мы берем у оператора, если мы не можем поймать автопоиском. Как правило, он говорит вам частоту, сиренную скорость и модуляцию. Например, я эту введу в 770 частоту. И у меня появится уровень качества сигнала. Если частота сетевая, тоже об этом говорят, этот параметр включаете. И у вас при сканировании приемник подхватит остальные частоты, которые дает именно оператор. И поймает, не просканирует всю шкалу 100 частот, а поймает именно те частоты, на которых есть телеканалы оператора. Следующий пункт это у нас время. Время синхронизации по сети у нас выключено. Если включить, то время будет приходить от Wi-Fi сети, к которой вы подключитесь. Таймер сна у нас по умолчанию выключен. Выставить можно до 12 часов. Запуск в режиме IPTV выключен. Если включить, то у нас будет открываться при включении приемника меню, где можно выбрать IPTV. загрузка. В режиме ожидания у нас по умолчанию включена. Если мы выключим, то при подаче питания у нас приемник не включится, а просто прогрузится и выключится сразу же. Ложный режим ожидания у нас выключен, он нам не нужен. Плановое включение и отключение. Здесь вы можете поставить, в какое время вам нужно, чтобы приемник включался и выключался. Если, например, вы забываете на ночь его выключить, вы можете выставить, чтобы он в 12 часов выключился и включился в 7 утра, но учтите, что это не зависит, не реагирует на телевизор. То есть у вас выключится приемник, если телевизор у вас имеет функцию автоотключения при отсутствии сигнала, то он выключится сам. Если нет, то он будет всю ночь работать. То же самое касается включения. Если у вас телевизор сам не выключится, то при включении утром у вас пойдет картинка. Если он у вас выключился, значит у вас сам приемник включится в 7 утра, например, А телевизор, пока вы не нажмете на пульт включения, у вас не запоказывает. Регион и время. Здесь у нас выставляется время. Так же, как и на предыдущей модификации, нет возможности выставления времени в ручном поиске. Здесь смещение времени только либо вручную, либо по городам и часовым поясам. Я выбираю часовой пояс плюс 8 часов. Летнее время мы сейчас не используем. И вот у меня актуальная дата, время установилась. Видите, я пытаюсь на нее нажать, на клавишу ОК, и ничего не происходит. Отредактировать ее нельзя. Следующий пункт меню у нас настройки. Язык меню по умолчанию русский. Язык телегида у нас есть. На некоторых приставках написано авто, здесь написано все. Его, как правило, не стоит трогать, потому что телегид приходит автоматически. И непонятно, там может быть по умолчанию какой-то другой язык установлен. Язык субтитров у нас выключен. Язык стиля текста тоже приходит автоматически. Его лучше не трогать. Звуковая дорожка по умолчанию установлена английская. Установлена английская она по умолчанию, потому что прошивка здесь на приемнике установлена последняя. И она сделана с приоритетом на Европу. Поэтому язык по умолчанию здесь и не русский установлен. Цифровый звук у нас PCM. Здесь я пробовал менять эти кодеки, качество звучания не менялось, поэтому можете ничего не трогать. Следующий пункт это у нас система. Первый пункт родительский контроль. Пароль. Нажимаем на него. Пароль 6 нулей. И можно ограничить те телеканалы, которые бы не хотели, чтобы смотрели ваши ребятишки. Также можно пароль поменять. Сюда заходите и меняете на тот пароль, который вам больше удобен, так как пароль 6 нулей догадаться легко. Вернуться с заводским настройком. Здесь мы с вами уже были. Если введем пароль 6 нулей, то вернемся к тому состоянию приемника, как он был куплен в магазине. Пункт информации. Здесь как раз информация о нашем приемнике, версии ПО, версии прошивки. ПО здесь установлено последнее. Как обычно инструкция по обновлению программного обеспечения конкретно для этой модели будет добавлена ссылка ниже под описанием видео. Обновлять мы будем естественно его через USB, никаких обновлений по сети. Последний пункт это настройка нашей сети, либо локальной, либо Wi-Fi. Здесь мы используем Wi-Fi адаптер, он уже подключен. Сети естественно была не найдена. Нажимаем на зеленую клавишу поиск. Ждем пока у нас просканируются наши сети. Как видите их много. Вот моя сеть. Пароля нет. Стрелкой вверх выделяем эту строчку, нажимаем на ОК. Здесь мы вводим тот пароль, который у вас установлен в роутере. Я его светить не буду. Сейчас введу и продолжим дальше. Пароль я ввел. Нажимаем сохранить. Появилось вот у нас колесо прокрутки. Когда сеть зарегистрируется, появится галочка над ней. Все. Сеть есть. Зелененьким горит. Соединение есть. Сейчас в принципе это мы увидим вот здесь вот в статусе. Видите? То есть вся информация есть, что статус соединен. Здесь у нас готово. И остался последнее подменю, в котором несколько пунктов. Начинаем мы с вами с первого пункта. Это параметр мультимедия. Здесь нам понадобится наш съемный жесткий диск. Чтобы проверить эту функцию. Как работает медиаплеер. Подключаем его. Индикация на диске загорелась. Но диск не раскручивается. Отключаем адаптер с тыльной стороны. Пробуем подключить его с тыльной стороны приемника. Индикация загорелась. Вот диск сейчас появится. Появился. То есть передняя панель почему-то не раскрутила его. Но с тыльной стороны панели все пошло. Вот адаптер переключил теперь на переднюю панель. Здесь мы с вами можем выбрать какой контент посмотреть. Либо видео, либо музыку, либо изображение. Я обычно открываю файл. Здесь откроется весь диск. И уже на месте выберем что можно посмотреть. Тут у нас есть несколько папок. Начнем с фильмов разрешения Full HD. Включаем любой фильм. Есть картинка. Звук пока не слышно. Возможно у меня он здесь плохо добавлен. Звук есть. Вам конечно наверное плохо слышно. Но вот я слышу что прям звук идет. Сейчас попробую добавить. Вот. Звук есть. Картинка идет без проблем. А. Еще один момент мы с вами не проверили. Это что у нас есть в настройках. Давайте попробуем еще раз. И получается вот здесь вот есть у нас такая вот шестеренка. и она у нас должна менять разрешение. Да. Не разрешение, а соотношение сторон. То есть во-первых можно поменять звуковую дорожку. Во-вторых можно поменять режим повтора просмотра. И вот можно сделать оригинальный размер кадра, чтобы изображение по экрану у нас не тянулось. Это очень удобно. Теперь вот все. Так, выходим назад. И что мы можем проверить с вами музыку. С ней никогда не было проблем. Патришки всегда здесь читались без проблем. Все поет. Также пока вы находитесь в плеере, у вас он будет петь и можно выбирать другую папку. Возвращаемся обратно. И я до этого в обзорах редко добавлял возможность проверки, как работают картинки. Но были вопросы, почему вы не проверяете. Я говорю, ну без проблем, давайте что-нибудь закинем. Я закинул сюда папку. Она, конечно, идет большого объема. И прогружает ее приставка дольше, потому что там прямо очень-очень много было добавлено всевозможных картинок. И, как видите, изображения идут. При этом они пойдут слайд-шоу друг за дружкой. То есть, вот идет один, потом пойдет другой. Пока чуть не идет. А, вот, надо было, наверное, вот так нажать. Так, видите, меняется друг за дружкой идет. И здесь также вот есть настройки. Они здесь также вот меняют. Видите, длительность просмотра можно выставить. Посмотрим до скольки. До 10 секунд. То есть, картинки смотреть можно. Выходим с этого меню. Здесь у нас следующий пункт. Это записанные файлы. Все, что вы записываете на этот приемник, будет в этом меню. Здесь можно что-то просмотреть. Либо удалить одну запись, либо удалить их все записи. Также есть функция настройки записи. Это функция TimeShift. По умолчанию она выключена. Если ее включить, то можно поставить продолжительность записи до 12 часов. Также есть у нас пункт информация о нашем диске. То есть, вот у нас объем, как говорил, 500 гигабайт. Файл, система NTFS. Прочиталась без проблем. Отсюда можно диск отформатировать красной клавишей. Но мы этого делать не будем. Осталось у нас три сервиса. Это сервисы интернета, сервис DLNI и сервис DVB2IP. Получается, сервис DLNI это возможность просмотра контента со смартфона через одну Wi-Fi сеть на приставке, соответственно, на телевизоре. Это функция DMR. Функция DMP это возможность проигрывания тоже медиа контента с любого ПК ноутбука, находящегося в одной сети на цифровой приставке, не перебрасывая данные на флешку. Отдельно у меня есть видео обзоры, как это приложение работает и как настроить. Ссылки будут добавлены ниже под описание. То же самое касается сервера DVB2IP. Этот сервер позволяет просматривать телеканалы с цифровой приставки на неограниченном количестве устройств внутри одной локальной сети. Будь то компьютер, ноутбук, телевизор с поддержкой Smart TV. То есть у вас будет настроена одна приставка. Но телеканалы вы сможете смотреть на разных устройствах и при этом не мешают друг другу. Единственный момент, что они зависят от мультиплексов. То есть, например, если у вас 10 телеканалов ловят в одном мультиплексе и, например, на одном из устройств вы пытаетесь включить 11 канал, то у вас он не будет работать. И вообще все видео я подробно описал. Здесь не будем в это далеко углубляться. Посмотрите. Ссылка будет добавлена ниже под описание видео. И у нас остался, получается, пункт интернет. И в нем несколько приложений. Считаем. У нас получается 6 приложений. Все, походу, остальные приложения, которые стали плохо работать, поубирали. Что касается платформы Xtreme и Stalker, я также их настраивал. Добавлю ссылку на настройку и работу этих приложений. Но политика YouTube, эти файлы были удалены. И поэтому на одно видео точно я дам ссылку. На второе, если прямо кому-то понадобится, то через Яндекс.Диск, скорее всего, закину. Потому что блокируют контент. Не дают показать, как настраивать. Говорят, что пиратское ПО. Но на самом деле ничего там такого нет пиратского. Ну, тоже не будем особо углубляться. Если кому это будет интересно, пишите в комментариях. Здесь проверяем с вами 4 наших приложения. И начинаем с приложения IPTV. Теперь нам нужно отключить наш накопитель, так как на нем плейлиста нет. Подключить нашу флешку. Флешка определилась. И заходим в приложение. Плейлиста здесь нет, повторюсь. И нам нужно будет загрузить наш плейлист. Нажимаем на синюю клавишу. Выбираем диск. И здесь ищем наш плейлист. Далеко ушел. Вот он. Плейлист загрузился. Здесь, это у меня плейлист идет основных телеканалов со смещением часового пояса. Очень удобно для просмотра тех программ, которые я не успеваю посмотреть. Или наоборот, которые идут поздно. Давайте попробуем любой. Так. Что-то прогружает. Но что-то совсем подлагивает. Ничего дальше не происходит. Хорошо. Другой канал. Что тут еще у них есть? Так. А, знакомая ситуация. Смотрите. Видите, картинка узкая. Это потому, что в настройках медиаплеера я поменял соотношение сторон. Стал замечать в последнее время в приемниках такую фишку. Возвращаемся назад. Заходим в параметр мультимедия. Мы выбирали файл. Снова флешка. На флешке также есть, что включить. И получается, включаем фильм любой. Вышел случайно. настройки. Настройки. И вот здесь формат экрана мы меняем обратно на полный экран. И вот теперь выходим снова. Возвращаемся в интернет. IPTV. И допустим, вот канал включаем. И все. Он у нас не тянется. Видите? Вот такая функция. Имейте в виду, кто у кого будет изображение утягиваться, то это проблема именно проблема в медиаплеере. Я об этом уже писал на форуме, чтобы это можно было как-то убрать. Но пока с прошивкой этот вопрос не решили. А так IPTV работает без проблем. Следующий сервис это у нас сервис YouTube. Как правило, очередные обновления касаются именно его работы. Что там обновляют очередные ключи, еще что-то делают. Ну, как видите, сделано плохо. Ничего не работает. Сразу же ошибка обновления выходит. Хотя интернет у нас есть. В параметрах у нас также ничего не поменялось по части добавления своих ключей. Единственное, что вот у нас здесь страна-то установлена европейская. Давайте смотреть. Может быть, нужно выбрать приоритет на Россию и посмотрим, что у нас выйдет. Стран много. Добавлено. Может быть, надо на ОК нажать? Да. Так проще будет. Так, 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 далеко, далеко, далеко ушел. Где-то видел. Вот она. Выбираем регион России. Разрешение не будем менять. Здесь выходим. Приложение выходим и загружаем еще раз. Вот, видите, на регион России что-то, что-то пошло. Давайте ради интереса одно видео попробуем запустить. Сразу же ошибка воспроизведения. Хорошо. еще раз. Ошибка. Даже если он ищет ролики в поисковике, он не дает их воспроизвести. Как обычно, бесполезное приложение, уже не раз об этом говорю, которое сделано просто для рекламы. и заметьте, на коробочках от приставок даже стали убирать эту рекламу, что YouTube на нем есть и что он работает. Правильно делают, чтобы людей не путать со смарт-приставкой. Люди иногда покупают именно для работы со смарт-приставкой. Сервис погоды у нас тоже работает. Погода на 5 дней доходит. Также можно добавить свой город, нажав на зеленую клавишу и удалить ненужные города с желтой клавишей. В параметрах клавиши синяя здесь у нас язык по умолчанию английский установлен. Тоже можно поменять на русский. Очень куда-то далеко ушли единицы. Измерение Цельсия соответствует. Так, приложение работает, выходим. Также у нас есть возможность чтения лет новостей. Здесь, к сожалению, ничего нет. Также у меня есть отдельное видео, как настроить это приложение, чтобы добавить туда свои ссылки и просматривать новости. Ну и собственно все. Все, что можно было про этот приемник я вам рассказал, показал. В принципе очередная модификация ничего особого в нем не увидели. Стандартный приемник, который работает, ловит телевидение цифровое и также работают какие-то сервисы интернета работают, какие-то нет. В общем все как обычно, как и на других моделей. По ощущениям по нагреву он такой гречеватый, но ощущениям верить не будем. И сейчас попробуем измерить температуру с помощью пирометра. вот примерно так это все было подключено. То есть интернет, накопитель, антенна кабельная идет, это цифрового эфирного лежит. Давайте мерить температуру. 44 градуса еще раз 43,7 Давайте померим тыльную сторону. Она как правило нагревается сильнее. Вот на тыльной стороне уже 53 градуса. Где-то вот видите 56 по корпусу. 57 средний нагрев бывали приемники которые попадались погрячее бывали которые работают наоборот попрохладнее все равно все зависит от внешнего исполнения металл пластик от внутреннего радиатора большого или маленький как он будет дальше себя вести покажет время пока считаю такая неплохая модель она не сильно дорогая идет бюджетной линейки приобреталась она в районе тысячи рублей это как бы сейчас считается эконом вариант при том что конечно есть аналоги с Китая которые везут напрямую и продают сейчас много где на маркетплейсах особенно по 600 по 700 рублей но вы сами понимаете что приемник куплен из кустарного Китая не имеет никакой поддержки производителя программного обеспечения элементарно каких-то вещей а здесь все-таки именитый бренд который не один год уже на рынке который продолжает развиваться что-то выпускает и это неплохо на самом деле как обычно какие-то вопросы пишите в комментариях надеюсь видео было вам полезно при выборе приемника всем доброго дня до встречи